Мусорная реформа вновь в центре внимания. В Белом доме прошло заседание межведомственной комиссии по соблюдению чистоты и порядка. Территориальная схема обращения с отходами сейчас в разработке. Но пока не все муниципальные образования предоставили данные о точках накопления и сбора мусора. Без этого работа стоит. Определиться с местами, а дальше их оборудовать, а дальше включить их в схему. Эту схему из сельских поселений передать в районы. А районы на основании этого реестры передают дальше в департамент природопользования. А там, по-моему, вплоть до Министерства природопользования сейчас. В прошлом году в Владимирской области выявлено 1845 свалок на 7% меньше, чем в 2017. При этом площадь загрязнения снизилась на 30% и заставила почти 42 гектара. Однако объем образовавшихся отходов вырос на 34% и составил почти 100 тысяч кубометров. Ликвидировать удалось только 56% выявленных свалок. В общем, проблем немало. В 49% населенных пунктах региона мусор не удаляется никак. Ни с помощью контейнеров, ни бестарным способом. В результате отходы сбрасываются на окраинах, скапливаются на заброшенных участках придорожных полос. По этой же причине происходит дальнейшее загрязнение местности вокруг садоводческих, огороднических, дачных, гаражно-строительных кооперативов, среди которых более 50% не имеют контейнерных площадок и договоров на вывоз мусора. В рейтинге загрязненности в Владимирской области лидируют города Вадимир, Гусь-Хрустальный, Ковров и Гусь-Хрустальный, Камешковский и Судогодские районы. Там ликвидировали меньше всего свалок. Поручение муниципальным образованиям – довести показатели до 100%. Екатерина Зинурова, Губерния, 33.